В Сочи 29 ноября прошел митинг обманутых дольщиков. По данным организаторов в акции приняли участие дольщики, представляющие интересы порядка 10 тысяч людей из разных уголков страны, купивших недвижимость в городе-курорте. Почему они забрали последнее у людей и не хотят сейчас это узаконить? Сколько можно творить такой беспредел? Надо заканчивать с этим. Люди же не виноваты ни в чем. Почему вот сейчас наш застройщик, он где-то скрывается в городе, с нами на связь не выходит. Анатолий Николаевич, нами тоже говорить не хочет. За митингом наблюдали три представителя администрации города из отдела по связям с общественностью. Однако приглашенный организаторами мэр Сочи на акции не появился. Продали квартиру в Красноярске и вложили в очень хорошего застройщика, как нам порекомендовали, как мы посмотрели здесь рекламу, баннеры. Сама администрация давала добро для этого застройщика, рекомендовала. Вложили деньги, купив две квартиры. Я купила. Прошло 4 года, ни квартир, ничего нет. Так же, как и все здесь присутствующие, обманутый дольщик. Купила квартиру для дочери. Оказалось, без квартиры и без денег. Дело в том, что настолько была развернута рекламная кампания в нашем городе, что даже мысли невозможно было допустить, что нас обманут. Застраивает столько комплексов сразу. Такое шикарное здание. Смотри, продает квартиры. Ну как я могла подумать, что в городе допустили такой беспредел, что на глазах у всех продают квартиры в любом рилеторском агентстве. Такого шикарного комплекса. Почему бы и нет? Купила. Вот теперь я за свои деньги мучаюсь, стою и на пикетах первый раз в жизни. Что делать? Дело в том, что федеральный закон, вот пришлось изучить, честное слово, никогда не думала, что буду изучать такие вещи. Но он столько дыр имеет, а латается он нашими судьбами. Просто на ровном месте. Нас дурят, как хотят. Попал в такую же ситуацию, то есть мы купили с женой квартиру на Изумной Ли-2 в 2012 году. И я по своей дели занимался здесь проектировкой тассы Альпика сервисов, всеми тоннелями по этой тассе. То есть в данной ситуации, как я понимаю, приходят письма с администрацией города, что я не последнее лицо в этом городе для, ну как бы, благодарственные письма. Но в свою очередь, я когда выдвигаю требования, что вот меня обманули с женой, получается, в квартиру, никаких действий никто не приводит. Так получилось, что перед Олимпиадой всех засывали в город Сочи, работать на олимпийских объектах, поднимать все это строительство. Мой муж инженер-строитель с большим опытом. Мы приехали с Узбекистана, но уже давно были гражданами России. Прежде чем здесь что-то купить, мы и с юристами разговаривали, и разговаривали, в общем-то, мы эту квартиру в этом доме покупали через агентство по недвижимости. У нашего застройщика очень был шикарный офис на Горьком. У него до этого были построены дома. И, в общем-то, вы знаете, он был, как сказать, армянская диаспора. Ему вручала грамоты за то, что он занимался благотворительностью в городе Сочи. А как его зовут? Мегрекян. Мегрекян. Сейчас он был, в общем-то, в бегах. Сейчас ведется следствие. Его экстрадировали с Армении. Но дело в том, что на нем сейчас ничего уже нет. И что нам делать? Здесь есть люди, вот, с Казахстана приехали, есть с Казани. Мы продали все там, и мы в 60 лет остались бомжами. У нас нет постоянной прописки. Вот если мы сейчас умрем, нас даже здесь не похоронят. Мы законопослушные. Конечно, мы делаем временную регистрацию, мы стараемся работать, мы отчисляем налоги в бюджет Сочи. Но мы здесь сейчас никто. Но не хотят видеть. Мы потому сегодня в резолюции сказали, контроля нет, работы с людьми нет, все брошены на произвол. Все говорят, вы сами виноваты, вы сами купили. Ребята, это вы допустили, что они это приобрели. Это вы рекламировали эти объекты и говорили, что город Сочи, город для всех, курорт. Отдыхайте. Вот люди отдыхают. После окончания митинга участники сфотографировались перед зданием городской мэрии на фоне растяжки «С мечтой в сердце я живу». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...